Привет, друзья! С вами я, Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Аля». И сегодня, полюбившийся, как понял, спасибо за комментарий, формат. Мы будем слушать переговоры взыскателя с одним из наших клиентов. Я в процессе, скажем так, живым форматом буду комментировать то, что вы услышите. Очередные филологические ляпы, юридические ляпы, противоречия и явные недочеты. Который будет демонстрировать взыскатель со своей стороны. Ну и, кстати говоря, спасибо автору, спасибо женщине, которая прислала нам материал, не побоялась. Хороший материал, так что готовьтесь. Сейчас будет, скажем так, прям урок, кому это важно. Я думаю, что многим важно, кому не важно. Ну что, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А этот формат большинству нравится, поэтому мы будем регулярно такой формат выкладывать. Давайте слушать. Какого денежного кредита? Ренессансбанк. А вы кто? Я же только что сказал вам. Звоню из национальных сургозысканий отдела судопроизводства. Меня зовут Кустовский Илья Игоревич. Являюсь непосредственно руководителем этого отдела. Кустовский Илья Игоревич. Может такое быть, что ни в одной соцсети нет человека? Судя по голосу, молодой парень наверняка должен быть и ВКонтакте, и где-то еще. Но вы не найдете. Вероятнее всего не найдете. А если и найдете человека, то это будет несколько. Но если вы вдруг 100% находите коллектора, пожалуйста, кидайте ссылки в комментарии. Я буду их, скажем так, на широкую аудиторию отправлять. Но сейчас с нами будет беседовать. Почему я говорю с нами? Ну а как еще по-другому? Руководитель этого отдела. Сразу предупреждаю, друзья мои. И большинство из того, что он скажет, это бред бредовый, глупость глупая. И то, что он руководитель какого-то там отдела, это очередной способ, очередная попытка возвысить самого себя, ничтожество в собственных глазах. Ну и, если повезет, в глазах оппонента. Да. Красота – это страшная сила. Разговоры наши с вами записаны. Слышишь ты меня? Слышу, слышу. Ну вот, на вас в 2018 году, в июле месяце 25 числа, вы оформили на себя вот обязательство, денежный кредит. Взяли сумму денег и до сих пор не вернули. Пошло. Я вам обещал профилологические ляпы, пожалуйста. Взяли сумму денег. Без комментариев. Сумму денег, как кто-то написал у нас в комментариях под каким-то видом. Боже, избавь мир от идиотов. Это просто праздник какой-то. Где я оформлял у вас? Нет, в Ренессансе. А, при чем тут вы? Потому что вы не платите. И Ренессанс передал ваше дело нам по 11 договору 1005-11 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, хорошо. А, почему? Сразу для тех, кто боится формулировок, всегда настоятельно рекомендую. Услышали что-нибудь от взыскателя, коллектора, сотрудника банка, еще там кого угодно. Сразу же лезем в источники Google, Яндекс, к вашим услугам и смотрим. Читаем не заголовки, а вникаем. Если вы посмотрите, что такое агентский договор и как таковая суть этого агентского договора, что подразумевает, я вам расскажу. То есть, в двух словах, если исключить какие-то юридические тонкости, позвонили, напомнили о долге, сообщили о возможных последствиях и положили трубку. Вот что они должны делать на основании агентского договора. Более ничего. У меня Ренессанс банк кредит, он не уведомил об этом. Объясните мне, пожалуйста. Ну, они вообще-то с вами связывали. Вам уже говорили и предупреждали, что ваше дело будет передано. А при чем тут связывали? Я ни с ними не разговаривала. Я не видела ни документов, ничего. На каком основании они вам передали? На основании того, что у вас задолженность уже все 50 дней. Я вам объясняю. Ну, только извините, вы докажите, какая задолженность. Я у вас брала кредит? Объясните мне, пожалуйста. Я говорю, у вас долг перед Ренессансом. Ну, ты Ренессанс-то вам передал, правильно? И вот здесь он прав. Вот знаете, стрельнул и сам в себя попал. У вас долг перед Ренессансом, сказал он. Причем здесь я. Вот именно. Причем здесь ты? Ты откуда взялся? Откуда ты вообще нарисовался? Царь, очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Ты, если начнешь пользоваться той субстанцией, которая у тебя в голове, если, понимаете, я сейчас к этому придурку обращаюсь, ты начнешь соображать. Кстати говоря, сейчас в процессе разговора женщина тебе это четко, конкретно изложит, но он не сообразит в результате. Откуда мы должны знать, кто ты такой? Причем здесь ты? 230-й федеральный закон. Статья 9. Кредитор. Я подчеркиваю это слово. Кредитор. Первоначальный кредитор. В течение 30 дней обязан уведомить своего клиента, заемщика, о появлении третьих лиц. Я практически процитировал. Уведомить как? Заказным письмом через Почту России, либо курьером, либо другим способом, прописанным в договоре. Но, имейте в виду, господа коллекторы, которые именно вот на этот момент ссылаются любым другим способом, прописанным в договоре, прописанным в соглашении сторон. Имеется в виду конкретное уведомление, с помощью которого можно доказать, что данное конкретное уведомление было. Если вы считаете, что можно доказать, благодаря телефонному звонку, что это уведомление было, сейчас женщина продемонстрировала, я ни с кем не разговаривала, а ну-ка докажите, что я с ними разговаривала. Вот. В первую очередь, они рассчитывают на то, что человек испугается, и перестанет соображать. А если человек до этого и не соображал, то он вообще становится, как говорится, рабом обстоятельств. Я не рекомендую никому забывать о том, что мозги у нас с вами для того, чтобы ими пользоваться. А мы слушаем дальше. Потому что Ренессанс от вас отказался, потому что вы не плачете по долгам своими. А почему вы меня не уведомили об этом? Потому что вы сейчас рисковый заемщик, вас никто об этом уведомлять не будет, потому что у вас сейчас плохая кредитная история. Вы не выходите на связь, вы не платите. Как это понять? Меня никто не должен уведомить. Если бы вы выплачивали своевременно, ваше бы дело даже не передали нам, и все у вас было бы хорошо. А так как вы отказываетесь от оплаты уже довольно-таки длительное время, по 30-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, которую вы нарушаете, это недопустимость одностороннего отказа от исполнения обижательства, где вы не имели права навшать график и отказываться от оплаты. Банк передал это дело нам. Причем здесь, дурья твоя башка, 30-я статья, и почему ты говоришь, что из-за 310-й статьи Банк передал это дело вам? Во-первых, я уже говорил, никто никому ничего не передал. Это твои слова и не больше. Звук. Звук из трубки. Это раз. А во-вторых, все статьи, которые мы с вами видим в Гражданском кодексе, их больше полутора тысяч, должны применяться исключительно в суде. То есть, вы, господа взыскатели, люди, имеющие претензии, пользуетесь статьями, только исключительно обосновывая свою позицию перед судьей. Когда они, я сейчас уже обращаюсь к простым людям, вот так вот по телефону блещут знаниями, вы им скажите, что помимо вот этой, допустим, в данном конкретном случае, статьи, да, существует еще около полутора тысяч статей. Если грамотно пользоваться источниками, то можно совершенно спокойно ситуацию развернуть в ту сторону, которая вам необходима. Слушаем дальше. Ну, передо, он вам передал. Он со мной, с нами не сотрудничает со мной. И в чем же дело? Он меня об этом не уведомил. Вы же знаете, что это все должно быть... Хорошо, я вас сейчас уведомляю. Банк с вами не сотрудничает. А я вас уведомляю, что вы мне должны деньги. А я вам должен деньги? Да, вот я вас взяла и уведомила. Вот я вас взяла и уведомила по телефону. Вы мне позвонили, и я вам сказала, извините, вы мне должны деньги. Вот резиновая голова, коллектор. Вот, 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 вот в принципе твои слова против слов женщины. Теперь ты должен денег. Но она тебя уведомила, ты, ну, человечище. Ты понимаешь, мы сейчас в равных состояниях. Ну, точнее, если брать данную конкретную ситуацию, конечно, ты далеко ниже, ты там, где канализация. А человек обычный с тобой разговаривает. Ну, конечно, ты думаешь по-другому, уважаемый господин коллектор. Ты думаешь, что ты, ну, чуть ли там не приблизился к небожителям людей, ставишь на место. На самом деле, ты не смог реализоваться. И твоя самореализация зависит от состояния твоей жертвы. есть у тебя жертва, ты самореализуешься. Нет, ты спокойно через призму своей неполноценности принимаешь те помои, которые на тебя выливают. И, в общем-то, находишь кучу слов внутри себя, чтобы кайфовать от того, что по тебе стекает вот такая куча помоев. И сейчас тебе доказывают, что ты никто, звать тебя никак. Ты тупой, необразованный неуч. И простых, даже общечеловеческих вещей понять не можешь. Ну и, конечно же, не хочешь. Давайте сейчас доказательство моих слов будет. Я артист больших и малых академических театров. Нет, Светлана Николаевна, конечно же, я понимаю, если у меня было столько долгов, кто же что-нибудь придумал в ответ, лишь бы не выплачивать их? Каких долгов? Объясните мне, пожалуйста. У вас заполнился на данный момент 100 тысяч 585 рублей 42 копейки. Я вам должна. Вам должна. Нет, вы ренессансу должны. Я ренессанс. Почему ренессанс-то банк не подает в суд и не доказывает, что я должна эти деньги? А я объясню, друзья, для тех, кто не понимает, кто сам задается этим вопросом. Почему банки специально затягивают? Ну, во-первых, дело в том, что получить человека в досудебном формате через пугалки можно гораздо больше. Значительно больше. Сильно больше. Это раз. Во-вторых, человек, расплачиваясь таким образом, попадает в долговую яму. Это два. Кто бы вам что не говорил, чтобы вы не читали под видеоматериалом на моем канале, типа того, что легче в банк отдать, договаривайтесь, и все будет хорошо. Ничего подобного. Они никогда в жизни, если вы захотите с ними сотрудничать, не сделают так, чтобы вы освободились от долгов. Вы всегда будете теперь должны. Стоит вам только один раз начать платить, все. Если у вас нет стержня внутри, а чтобы он появился, нужно обрастать знаниями. Наш канал вам в помощь. Вы никогда не выберетесь. Они не дадут вам возможности выбраться, закрыть долг полностью. Бесполезно. Ну, единственное исключение, если вы там наследство какое-то дикое, бешное получите или клад найдете. Ну, как мы с вами понимаем, это слабореализуемая ситуация. А вот то, что они делают, банки, это преследует одну единственную цель загнать как можно больше людей в долги. Вот и все. Тут только так можно объяснить, почему они не подают в суд. Потому что суд это финиш. Поэтому я и говорю, когда вы обращаетесь к юристам, мы создаем условия, помогаем им понять, что именно этого человека лучше не трогать и не доводить до суда. Потому что даже если вы окажетесь в суде, в наших реальностях, в реальностях того, что мы ошибочно называем государством, выиграть в суде очень сложно. Даже и таким опытным юристам, как мы. Но суд, я всегда утверждал и буду напоминать вам постоянно, суд это промежуточный этап. Это ни в коем случае не окончание процесса. Знаете, как я говорю, какая разница, сколько не платить. Но всегда полезно в суде зафиксировать сумму долга и попытаться развернуть ситуацию в противоположном направлении. И это очень часто получается, все чаще и чаще, когда в результате взыскатель либо остается, как говорится, с носом, ему отказывают полностью в претензии, либо вообще на основании встречного иска взыскатель сам начинает быть нам должен. Вот такие ситуации нередкие. Но мы слушаем с вами дальше. Объясните мне, пожалуйста, он передал мои документы, как вы мне заявляете, какому-то коллекторской или кто вы там, какая служба, я даже не знаю, вы звоните с сотового телефона, кто вы есть. С сотового телефона звоню? Хорошо, хорошо, пускай так. Не пускай так, какого хрена ты звонишь с сотового телефона? Вот на что ты надеешься? Нет, я понимаю, что надежда на незнание и страх. Очень много людей, не существовали бы коллекторские службы, если бы люди были до такой степени зависимы от зомбоящика, про телевизор говорю, от информации, которую они получают по пути на работу и возвращаясь с работы. Конечно, информационное поле у нас очень разнообразное. Естественно, естественно, пользуются вот этой ситуацией коллекторы очень умело. Как говорят, льют в уши такое, что человек просто не успевает разобраться с поступающей информацией, а знаете, когда человек не привык думать, ему более того думать больно, в буквальном смысле физиологически, то с этим человеком можно делать все, что угодно. И они звонят в сотовых телефонах, но это сотовых телефонов, но это IP-телефоне, набор цифр, случайный набор цифр, похожий на номер телефона. Так делает программа. Ну и, естественно, этого коллектора сейчас спроси, с какого он номера звонит, он вам не назовет эти цифры, да, и даже если вы сотрудника банка, спросите, если вот вы видите входящий номер сотовый телефон, да, он вам скажет, что этот номер принадлежит банку, ну назови мне этот номер, с которого ты звонишь, он даже не понимает, откуда идет звонок, какие цифры у человека на экране телефона. Понимаете, это мягко говоря незаконно, это неправильно, и как я должен реагировать на тебя, если я здравый человек, вот как женщина, она понимает ситуацию, ей даже не надо какими-то юридическими навыками, знаниями обрастать, она просто, ну в буквальном смысле не понимает, на каком основании, то есть она не зашорена вот этой вот негативной информацией, она действительно задает себе простой человекский вопрос, да кто такой? Ну с тем же успехом ко мне может подойти какой-то прохожий и заявить, что я там выкупил долг у кого-то твой, и теперь тебе, мне надо там со мной договариваться, но простые вещи, господа яйцеголовые коллекторы, вы когда начнете понимать простые вещи, что вас под пули ваши же работодатели кидают, идиотов из вас демонстративно делают, а вы и рады стараться? Что дальше? Кто вы есть? Ну я себе возьму и сейчас вот вам позвоню и скажу, вы мне должны деньги, и вы будете мне их отдавать? Да вы мне скажете, кто вы такая? Так же я могу сказать, кто вы такие? Слава Николаевна, у вас можете мотивировать вот это как хотите, да? Не можете мотивировать, нет такого вот выражения, это опять филологический ляп какой-то, когда вы научитесь из слов делать предложение, вы услышали какое-то слово, даже не понимаете, что оно означает? Мотивировать, здесь, давайте вот еще раз послушаем, что он сказал. Можете мотивировать, вот это как хотите, да, то, что мы вас вводим в заблуждение и тому подобное, между этим все равно... Сказочный долбоеб, зачем его только из больницы выпустили? Можете мотивировать это как хотите. Давайте попробуем за него сориентироваться вот в этом простом русском предложении. Можете комментировать это как хотите, да? Ты это хотел сказать? Волнуешься? Ты понял, что не на того нарвался? Женщина сейчас тебя уделает, а тебя там в паспорте мужское имя. Можете мотивировать это как хотите. Мы можем это диагностировать как хотим, вот именно тебя. И в данном конкретном случае дебил обыкновенный. Ваша задолженность никуда не делась. Вы все равно банку должны про ваш долг, никто не забудет, поверьте. Спокойно, товарищи. Поверь, забудут и очень скоро. Они о нем и не знают, и не помнят. Это поток. Банковская система, то, что мы, как я говорю, ошибочно называем государством, стоит на фундаменте банков и судов. Очень прочно стоит. Задача банков не делать то, что они должны делать. Не помогать людям развиваться. Не давать возможность цивилизованно кредитоваться и отдавать деньги. А задача банков в нашей стране загонять людей в кредитное рабство. Чтобы люди все больше и больше боялись. Чтобы люди не ходили на митинги. Чтобы люди не протестовали против воровской власти. Чтобы люди были послушными жертвами. Это задача банков. Но, естественно, государство в свою очередь делает все, чтобы люди пользовались кредитами. Платит мизерную зарплату. Не дает людям возможность развиваться. Не дает бизнесу как следует жить. Смотреть в будущее. Лишает людей в нашей стране возможности какие-то планы строить. Видимость перспектив абсолютно нулевая. Нужно быть очень-очень ну, скажем так, прольвиться нужно быть, чтобы спланировать на ближайшие там хотя бы пять лет свои дела. Потому что стабильности как таковой вообще как термина в нашей стране не существует. Просто нет ее. Цены растут, зарплаты падают либо остаются на месте. Предлагается вокруг всего очень много. И человеческую вот эту эмоциональную алчность никто не отменял. в ней нет ничего плохого. Человек хочет жить в комфорте. Если этот комфорт демонстрируется из-за боящика из телевизора человек естественно как бы он себя не держал в руках будет изо всех сил стремиться к этому комфорту. И если он как я уже говорил не имеет богатых родственников либо какого-то серьезного источника дохода а просто работает на предприятии получает ту зарплату которую ему платят кроме как с кредитом он не сможет реализовать свои цели. Это очевидно. В связи с этим мы получаем страну рабов. Вот так вот. Знаете что будет если с ними они решать не будут через какое-то время они откажутся появится новое коллекторское агентство то есть есть база должников поверьте мне моему богатому опыту что делает банк ничего он даже понятия не имеет какое сейчас коллекторское шарага занимается данным конкретным долгом просто все размещается на так называемых биржах должников это обычный интернет ресурс они в свободном доступе при определенной доле интернет компетентности вы сможете легко зарегистрироваться и начать деятельность по взысканию задолженности как черные коллекторы и так далее это не сложно другое дело что не будет у вас возможности видеть всю историю для этого нужно уже непосредственно с кредиторами с банками с кредитными организациями заключать договоры чтобы получить более масштабный доступ к базам должников но дело в чем почему я это говорю банки плевать хотели на термин банковская тайна знаете что для них такое банковская тайна на самом деле скрыть скрыть то как они зарабатывают скрыть максимально прилежно скрыть свое свой этот беспредел то беззаконие которое они творят вот это и есть самая основная банковская тайна если вы считаете что банковская тайна это сохранять информацию которую им доверил клиент вы сильно ошибаетесь плевать они хотели на ваши эмоции на ваши амбиции на ваши желания это все легко и просто размещается на интернет ресурсах и доказать что этот интернет ресурс инициирован действиями банковских сотрудников невозможно как вы понимаете существует просто сайт который принадлежит неизвестно кому домен зарегистрирован на какое-нибудь совершенно другое лицо и доказать что это принадлежит банку вот официально не получится не да никто и заниматься этим не будет я имею ввиду никто не встанет вот в этот конфликт чтобы поставить расставить все точки над и ни один судья не пойдет к вам на встречу какие бы вы доказательств не предъявили против банка в нашем государстве очень-очень сложно боксоваться если хотите такой друзья это первая часть диалога впереди вас ждет еще более интересное продолжение следите в самое ближайшее время завтра уже наверняка выйдет вторая часть те кто не понимает как устроена банковская система в правом верхнем углу видеотрансляции смотрите пожалуйста выходит кликабельная подсказочка вот она этот ролик я рекомендую к просмотру всем тем кому нужна юридическая защита компания Алям ссылочка внизу пожалуйста пройдитесь по ссылке и вы попадете на сайт для вашего удобства в правом верхнем углу видеотрансляции кликабельная подсказочка сейчас вот она ну что спасибо за внимание ждем продолжения она уже практически готова на монтаже следите за каналом подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы своевременно узнавать о выходе нового материала это обязательно ну и конечно лайки дизлайки если не понравилось ну и конечно само собой пишите комментарии по поводу всего вы слышите делитесь да напомню делитесь в соцсетях этим и другими роликами счастья здоровья друзья финансово благополучия вам ваше мнение это был кузнецов Дмитрий до новых встреч